Что такое кадры? Под кадрами почти всегда подразумевается человеческий ресурс. Но речь идет не столько об общей массе, о серой толпе обывателей, сколько о людях созидательных, важных и ценных, о профессионалах своего дела. Именно такие личности способствуют развитию государства и общества, они двигают вперед историю. Что такое кадры? Ценные кадры присутствуют в любой сфере человеческой деятельности, начиная от политики, культуры и искусства и заканчивая производственной сферой. Они представляют наивысшую ценность для руководства, показывают прекрасные трудовые результаты и являются одной из необходимых предпосылок для возникновения успеха. В современном мире многое автоматизировано. Но, все же, любая машина, любой механизм невозможен без вмешательства человека. Многое из того, что есть сейчас на Земле, создал человеческий разум, создали те самые кадры, о которых идет речь. Мало того, человек не только создает, он еще и управляет всем этим. Безценных кадров механизмы – это просто «железки», недостойное внимания. Слово «кадры» употребляется в двух значениях. С точки зрения военного дела, это те военные, которые и составляют регулярные воинские части, то есть рядовые и командирский состав. Что же касается «мирного определения», то термин «кадры» употреблялся и употребляется по отношению к работникам высшей квалификации. Однако слово «кадры» применимо и к другим видам специалистов. Неспросто на государственных предприятиях до сих пор существуют отделы кадров, которые занимаются документацией, связанной с поступающими на службу людьми. Также кадры бывают рабочими и инженерно-техническими, административно-хозяйственными и руководящими, научными и творческими. Более простой смысл «хорошие сотрудники всегда нужны, профессионалы своего дела важнее всего» и так далее к слову. В советское время основным принципом были слова «учиться, учиться и еще раз учиться». Считалось, что успеха можно достичь исключительно благодаря профессионализму. А для того, чтобы стать профессионалом в чем-либо, необходимо не стоять на месте, а постоянно развиваться. Кто первый сказал фразу «кадры» решает все происхождение, почему Сталин так говорил. Если не брать во внимание факты некоторых источников, что эту фразу первым произнес Бисмарк, то впервые люди услышали словосочетание. «Кадры решают все» от Сталина в мае 1935 года. Именно он первый сказал ее на широкие массы, когда произносил роль перед выпускниками военных академий. Впоследствии, по мере своего распространения, цитата «стал употребляться и по отношению гражданским». Вождь часто употреблял такие слова, поэтому их происхождение приписывают именно ему. Почему Сталин так говорил? Вождь был достаточно неплохим оратором. В процессе своего монолога он подвел аудиторию выводу, что огромные деньги в стране были сэкономлены путем жестких ограничений. Казалось бы, их можно было бы потратить на мануфактуру и совершенно ненужные вещи. Но Сталин не послушал своих оппонентов. Он вложил средства в развитие машиностроения, тяжелой промышленности, металлургию и так далее, для чего же он закупил станки и тракторы. Все просто. Джугашвили был нацелен на повсеместное развитие СССР. Он бросил все силы на образование и индустриализацию. Именно поэтому кадры, в его понимании, решали все. Для того, чтобы промышленность развивалась, нужны подготовленные, высококлассные специалисты. Недаром профессия инженера в советское время очень ценилась и имела приличную заработную плату. Однако Сталин предупредил, что быстро ничего не бывает. Результаты придут лишь спустя время. Только нужно не ждать, сложа руки. Нужно делать все возможное, чтобы ожидания оправдались. Но возникла проблема. После того, как недостаток техники был восполнен, страна столкнулась с недостатком кадров. Именно поэтому для Сталина человеческий ресурс в ту пору был куда более ценным, чем машины и механизмы. Если комбайны, трактора, установки и оборудование будут стоять без дела только потому, что никто не умеет ими управлять, то грошем цена. Вот поэтому Сталин и сказал, что кадры решают все. Это были не высокопарные слова, а подтверждение проблемы, которая существовала в действительности. Кадры решают все – значение. Смысл и значение фразы «кадры решают все» нет в мире ресурса, более ценного, чем люди. Стране нужны квалифицированные специалисты, которые могли бы помочь ее всестороннему развитию. Действительно, даже государство с мощным потенциалом не сможет занять главенствующую нишу в мире, если в нем существует дефицит подготовленных работников-передовиков, которые смогли бы устанавливать высокую планку в своей работе и тем самым приносить пользу своей державе. Кадры решают все пример использования. Чтобы понять, что означает та или иная фраза, стоит рассмотреть ее примеры использования. Это поможет вникнуть в суть словосочетания. Вот пример использования фразы «кадры решают все» – «все такие кадры решают все» – произнес Евгений, как только к нам. В офис пришел Василий, этот новый программист, так сразу и общие результаты по предприятию повысились. Что сказать, мастер своего дела? Чем отличается продюсер группы от простого организатора концертов? Важно не только раскрутить проект, но и сформировать так называемый «золотой состав». Ведь кадры решают все и не только в производстве или политике. Не прошел испытательный срок, что поделать, вместо меня взяли другого, но я не в обиде. Человек действительно имеет приличный опыт работы в данной сфере, у него профильное образование. А кадры, как известно, решают все. Я прекрасно понимаю, что кадры решают все. Но иногда можно взять и банальной наглостью. Так, что пробиваясь и пробуй. Если ты сама себе не позаботишься, то так и будешь прозябать в бедности, работая за копейки. Кадры, конечно, решают все. Но если техническая база откровенно слаба, как показывать высокие результаты? Знаешь, руководители бывают разные. Один сказал, что мой диплом филолога ценен только тем, что его можно использовать как разделочную доску для колбасы. А вот другой внимательно посмотрел его, изучил все отметки, потом посмотрел мою трудовую и сказал, что со следующей недели я могу проходить у них стажировку, ведь кадры решают все. По такому принципу вы можете составить предложение самостоятельно. Благодаря этому вы поймете смысл словосочетания. Также можно подобрать синонимы. Читайте далее. Синонимы к фразе кадры решают все. Синонимы – это похожие по смыслу слова. Подобрать их просто. Вот, к примеру, синонимы к фразе кадры решают все. Профессионализм в любом деле важнее всего. Человеческий ресурс – самое важное, что есть в стране. Для того, чтобы показывать высокие результаты, нужны квалифицированные специалисты. Машины – груда хлама, если нет людей, способных ими управлять. Вы можете придумать и другие ассоциации к этому словосочетанию. Так можно лучше понять смысл всем известного лозунга. Стоит отметить, что литераторы также использовали в своих книгах такую фразу. Читайте далее. Книга романа Злотникова «Элита». Кадры решают все, кто сказал фразу «Описание героя» и «Почему он так говорил». Известная цитата Сталина у романа Злотникова в книге про элиту оформлена вот каким образом, судя по тому, что местный лидер в одной из своих речей заявил «Кадры решают все», речь ведется от лица капитана Куницына, главного героя. Вот его описание, как личности и почему он так говорил Куницын представляется читателю-командиром смелым и справедливым. Мало того, этот человек и сам наценен на постоянное обучение бойцов и развитие веренного ему подразделения. Ведь в войне зачастую побеждает не техника, а люди. И чем толковее будет каждый из рядовых и офицеров, тем проще и вероятнее победа над врагом. Куницын желает показать командованию, что он не напрасно потратил столько времени на подготовку своего батальона. Командир считает, что подготовка персонала – очень важный аспект для победы. Эта фраза о многом говорит. Неважно, кто ее сказал и произнес впервые. Раньше не было ни кадров, ни техники, потом оказалось много машин, с которыми не умели обращаться. Любой владелец производства улаживает вопросы, связанные с одним и с другим одновременно. Ведь важно, чтобы и оборудование не простаивало и приносило прибыль. Если решать только одну из проблем, то возникнет нехватка. Поэтому кадры то решают все, но и техника должна быть на уровне. Только так производство будет работать и приносить выгоду. Теперь вы поняли смысл данной фразы и как она использовалась в прошлом и как применяется сейчас. Для закрепления материала составьте несколько предложений и подберите синонимы. Это просто. Удачи! Видео, кадры решают все. Сталин прочитайте по теме. Субтитры создавал DimaTorzok